Здравствуйте! Это новости ревью и сегодня в выпуске. Снимите это немедленно! Казахстанцам не понравилась олимпийская форма спортсменов. Готовьте себе алиби! ФБР добивается доступа к нашим телефонам. Размножайтесь и не болейте! Оказывается, дети укрепляют иммунитет. Помните? День пройдет, оставив суету и только близкие люди в силах нарушить тишину. Где сейчас солисты группы Тринидад? Туфли Джимми Чу и Айфон Хочу. Кристина Сиро сказала о самых сокровенных желаниях. Казахстанцам представили спортивную и парадную форму олимпийской сборной. Сказать, что костюмчики народу не понравились, значит ничего не сказать. Кто и за что так не любит наших спортсменов? Этим вопросом задаются почти все пользователи соцсетей. Ну а наши журналисты пошли искать ответ. Комментаторы в сети буквально в пух и прах разнесли модели, к которым, к слову, свою руку приложила и олимпийская чемпионка Ольга Шишигина. Этой новой олимпийской формой наши хотят показать миру, что у нас реально кризис. Подкиньте бабла, друзья. В модном приговоре за эту одежду дали бы пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Парадная форма тоже была раскритикована. Уборщица, студент недорогого тайского колледжа и стюардесса подписал пост в фейсбуке Нортаса Дамбаев. Кстати, один из луков действительно напоминает униформу бортпроводниц. Представители компании, разрабатывавшей дизайн, нам пояснили, что это лишь предварительный вариант. Дизайн было решено отправить на доработку. Тем временем в Нью-Йорке Геннадий Головкин воочию встретился со своим следующим противником, Домиником Уэйдом. Парни сделали свои заявления и провели дуэль взглядов. Я благодарен всем и федерации бокса за такую возможность. Этот день будет очень важным для меня, но я не боюсь Головкина. Я готов сотворить сенсацию. Мне кажется, я его переоцениваю. Это бокс. И я уважаю Доминика Уэйда, потому что он силен. Этот бой важен и для меня. Я испытываю новые эмоции. Я не знаю, кто выиграет. Я не бог. Это бокс, ребята. Напомним, ближайший поединок Трипл-Джи состоится 23 апреля в Нью-Йорке на арене Форум. Сабина Таргаева, Новости Ревью. Шифруйте свои гаджеты. Появилась информация, что американская ФБР хочет заполучить свободный доступ к нашим телефонам. Apple и Google пока сдерживают оборону, но против танков, как говорится, не попрешь. Власти США сделали заявление. Им нужен свободный доступ к перепискам пользователей Apple, Google и Microsoft. Причиной такого решения стали недавние атаки террористов в Париже. Глава Пентагона Эштон Картер сообщил, что мониторить социальные сети необходимо. Ведь так они смогут предотвратить любую опасность. Если мы хотим избавиться от террористов, нам нужен открытый доступ ко всем социальным сетям. Но такое решение не должно ущемлять принципы свободы и открытости в интернете. Подобное противоречие режет слух штаб-квартирам главных медиакомпаний. Ведь они платят огромные деньги разработчикам, чтобы мессенджеры шифровали любую информацию. Да и кому нужен телефон, который сможет взломать любой школьник при желании. О проблеме первым заявил Эдвард Сноуден. По его словам, пока мы пишем секретные письма своим близким, их кто-то может читать. Люди хранят в электронной почте секретные файлы и важную информацию. Вы думаете, никто об этом не узнает? Сегодня спецслужбы подкупают ваших интернет-провайдеров и отслеживают каждое слово. А завтра против вас будут серьезные обвинения. Ведь скрытый смысл никто не отменял. Власти США судебным решением все-таки обязали Apple создать систему, которая может обойти блокировку одного телефона для начала. Глава Apple Тим Кук заявил, что они готовят ответный иск, чтобы такие вещи больше не повторялись. Иначе под колпаком ФБР окажутся все 7 миллиардов человек на земле. Наши клиенты в напряжении и ждут от нас ответа. Мы намерены обеспечить им надежную защиту. Ведь иначе хакеры и злоумышленники могут использовать личную информацию без разрешения. Если мы откроем доступ к одному телефону, то и все другие подвергнутся атаке. Тим Кук. Как стало известно сегодня, суд дал Apple три дня, чтобы решить, помогать ФБР или нет. Пользователи уже в панике и просят компанию не поддаваться. На сторону Apple уже встали Facebook, WhatsApp и Google. Яна Пучкова, новости ревю. А вы помните группу от Тринидад? Стас, Серега, Фил. Ничего не напоминает? Но близкие люди. Так вот, один из парней недавно выпустил новый клип. Артист продолжил читать рэп только в одиночку. А что делают остальные, узнаете в следующем сюжете. Спасибо, близкие люди, за то, что есть вы. Опору в жизни мне даете. И так ко мне добры. Некогда популярная группа превратилась в трех самостоятельных и зрелых мужчин. Сергей, который выделялся в Тринидад речитативом, сейчас живет в Москве и занимается сольным проектом под псевдонимом Демьян. Мои враги были роди. Это страх и трусость. Сердце съедает ненависть. Этот трек был написан порядка двух лет назад. Сейчас все уходит в интернет. Российские телеканалы не брали этот клип. До конца лета, до конца июля планируем. Чтобы записать, наконец-таки добить свой альбом. Недавно Демьян сделал предложение своей девушке, так что скоро рэпер станет женатым человеком. А вот Фил обзавелся семьей три года назад. И сейчас ждет уже второго ребенка. Творчество также не ушло из жизни Тринидадца, и он тоже начал работать самостоятельно здесь, в Алматы. Я сейчас записал клубный альбом. Мы сейчас уже заканчиваем. Я снимаю видео в марте. И начинаю сольную карьеру. Проект Фил Фора был нереальный звездняк. Поэтому и развалилась команда. Я единственный участник, который ни разу не стоял за развал команды. Демьян и Фил держались в Тринидад до последнего. Когда ушел Стас, парни нашли новую солистку – Александру Кору. Но спустя время девушка тоже покинула проект. Ну а Станислав тоже живет в Москве. И, как и Демьян, готовится к свадьбе. Он ушел из группы первым из-за учебы, о чем нисколько не жалеет. Фиоритет не стоял на группе, да. Скорее, группа – это была такая экспериментальная увлеченность. После окончания вуза Стас работал в Корейском театре. Исполнял эстрадные песни и иногда играл в спектаклях. Но позже решил уйти с головой в оперу. Эта троица дружит с детства и общается до сих пор. Между делом каждый обмолвился, что, возможно, они запишут совместный трек. Но сумеет ли группа повторить былой успех – неизвестно. Виолетта Тельманова, Руслан Хасанов, Новости Ревю. В Амстердаме куртизанкам посвятили целую выставку. В музее Ван Гога презентовали более ста картин. Художники признали, что они вдохновились борделями, будуарами и улицей красных фонарей. Что ж поделать – это искусство. Еще с 19 века у половины мира был настоящий животный интерес к обитателям улицы красных фонарей. Именитые художники тоже частенько захаживали в эти закоулки. После чего и рождались такие шедевры. Как говорят искусствоведы, разврат в будуарах вдохновлял мастеров кисти больше, чем сама природа. Художники наблюдали за всем процессом изнутри. Поэтому, когда экономика развивалась и росли города, куртизанки умело себя подавали. И кавалеры вечно гадали, прогуливались ли их в благоверные по красной улице. И эти сомнения щекотали им нервы. Некоторые художники не приукрашивали их будней. Они показали весь тот страх, который испытывали куртизанки от своих клиентов, полицейских и хозяев. Выставка легкого поведения открылась сегодня утром и продлится до лета. Несмотря на пикантную тему, организаторы ожидают аншлаг. Яна Пучкова, новости ревью. Продолжаем выпуск. Дженнифер Лопес, снова 16. Надеюсь, дело обошлось без пластической операции? Ну да. Исполнительница решила, чтобы сойти за подростка, ей достаточно нацепить бантик на голову. Кстати, а с этой самой головой у нее все нормально? Сейчас узнаем. С Джей Ло все в порядке. Это Джимми Феллон подбил исполнительницу на авантюру. В общем, по мнению знаменитостей, современные подростки выглядят именно так. Это был самый худший день в моей жизни. Почему? Мой отец зарегистрировался в соцсети и предложил мне дружбу. А еще Лопес считает, что буквально каждая девочка в возрасте от 13 до 17 лет умеет вот так орудовать пятой точкой. Акстинг решил распродать имущество. Не то чтобы у музыканта проблемы с финансами, он просто избавляется от хлама. Старого рояля, надоевших картин, мебели. К слову, за все это добро знаменитость планирует выручить полтора миллиона фунтов стерлингов. Чтобы пополнить свой кошелек, Шакира предпочитает работать. Исполнительница примерила на себя новый образ. Она озвучила роль в мультфильме «Зверополис». В новинке от Дисней звезда подарила свой голос популярной певице Газель. Она такая же упрямая, как я. Она певица, как я. Только с самого начала она была слишком худой. Я сказала аниматорам, ребята, вы должны добавить мясо к ее костям. Джастину Тимберлейку и Уилла Эму сейчас не до мультфильмов. На исполнителей подали в суд за трек десятилетней давности. Музыкальный лейбл PK Music Performance утверждает, что совместная песня Джастина и Уилла, «Damn Girl» почти идентична композиции аж 1969 года. В общем, да будет суд. И в заключении об «Оскаре» в преддверии бала главной кинопремии мира шеф-повар Вольфганг Пак рассказал журналистам о меню для знаменитостей. В этом году наша гордость – это огромные королевские крабы. Каждый из них стоит примерно 500 долларов. Могу заверить, что на вкус они просто потрясающие. Люксовый алкоголь, закуски в виде золотого человека, гигантские морские гады – это далеко не все, чем будут баловать искушенных селебрити. Сабина Таргаева, Новости Ревю. Кристина Си объявила войну Instagram Barbie. Девушка выпустила клип на провокационную песню «Я хочу». Си утверждает, что в новинке она раскрыла все грязные тайны московских леди. Кстати, может, вы узнаете из своих знакомых? Кристина Си снова привлекает к себе внимание дерзкими высказываниями в адрес девушек. На этот раз под прицел Black Star Lady попали популярные в Инстаграме красотки. Си утверждает, что мыслей в голове у таких барышень не больше, чем ткани в их нижнем белье. Так или иначе, Кристина добилась, чего хотела. Новинка вызвала резонанс – более полутора миллионов просмотров. Макс Барских тоже провоцирует. Парень выпустил видео к песне «Займемся любовью». Несмотря на такой призыв, сам клип получился достаточно трогательным. Разгоряченных после просмотра зрителей лихо остудила группа «Айова». Коллектив презентовал новинку под названием «Три дня холода». Трек уже стал хитом. Клип посмотрели пока лишь несколько сотен тысяч человек. На этой неделе российский шоу-бизнес получает звание самого плодовитого. Вслед за коллегами фанатов порадовали и Бандерас. Посмотрев ЧБ, можно понять – это точно творение банды. Хотя от первоначального состава здесь лишь одна солистка. И серебро выпускает долгожданный клип на песню «Отпусти меня». Премьера состоялась лишь сегодня, но просмотры в интернете набирают просто бешеные обороты. И здесь все в стиле троицы – откровенность, чувственность и эпатаж. Радует одно – в «Свежаке» нет ни намека на любовь между участницами. Все девушки поют вполне конкретному мужчине. Бывшая фронтвумен «Серебра» тоже не отстает. Лена Темникова показала фанатам свою версию ревности. В общем, в клипе «Лену» кто-то довел до такого состояния, что бедная машина. Волливудские исполнители вообще не работали. Отличились лишь Гвен Стефани до Канье Уэст. Первая, к примеру, с помощью новинки «Make Me Like You» заявила о своем возвращении на сцену. «Эта женщина не стареет», – сказали фанаты и посмотрели видео почти два миллиона раз. Оказывается, дети укрепляют иммунитет родителей. Об этом сообщили исследователи из Бельгии и Великобритании. Представляете, стресс, который испытывает организм взрослого во время воспитания ребенка, действует сильнее, чем вакцинация от гриппа. Воспитание детей – это одно из самых сложных испытаний для человека. Поэтому нет ничего удивительного в том, что иммунитет переживает радикальную перезагрузку. С этим эффектом хорошо знакомы родители, малышей и школьников. «Семь лет назад появилась третья моя дочь, и я абсолютно перестал болеть. Ну, я думаю, возможно, это и с этим и связано. Думаю, если Бог мне даст еще пару сыновей, то я смогу здоровьем даже с людьми делиться». Единственное, с чем не согласен Ердин Телемисов, это то, что иммунная система укрепляется за счет встряски организма. Крепкому здоровью способствует позитивная энергия, которую излучают дети, считает актер. «Я думаю, что дети – это счастье, это природные витамины, которые дают человеку силы дальше жить и существовать». Семейный врач Гульшат Нургобылова одинаково согласен и с актером, и с зарубежными коллегами. Люди, воспитывающие детей, действительно меньше болеют. «Иммунитет – это такое состояние, такое опосредованное. Оно зависит, конечно, не только от внешних заболеваний, там, простыли, переохладились и так далее, но и не менее важную, даже, может быть, самую главную роль – это наше морально-нравственное состояние». Здоровая атмосфера в семье благотворно сказывается на организме человека, а трудности, с которыми сталкиваются родители, его закаляют. Но есть и самая простая причина – крепкого иммунитета. «Ответственность родителей за жизнь и здоровье этого ребенка, она накладывает отпечаток на самих родителей, и они более ответственно относятся к себе». Например, избегают общения со всеми чихающими и кашляющими, ведь мамам и папам просто некогда и не положено болеть. Лемара Удасовна, Эль Бузунов, Респая Кышга Николу, Ревью. Сплетни на показе. Пока модели расхаживали по подиуму в нарядах от Кельвина Кляйна, Кендал Джейнер не могла, простите, закрыть рот. Либо коллекция так вдохновила, либо семейки Кардашьян действительно пора записаться на курсы хороших манер. Как только Кендал прибыла на показ, ее окружили папарацци. Ну а чтобы объективы во время дефиле сосредотачивались не только на коллекции Кляйна, но и на ней, Джейнер постоянно болтала. В то же время Анна Вентур, Марго Робби и Зои Кравец спокойно наблюдали за дефиле. Мех, клетка, кожа, строгие линии в нарядах и деловые костюмы. Костюмы – это выражение урбанизма. Мы адаптировали элементы мужских строгих линий и силуэтов под женскую коллекцию. Публика давно такого не видела, я думаю, все соскучились по костюму. Ральф Лорен – солидарен с Франциско. В его линейке также проскальзывает строгость и офисный стайл. Дизайнер как бы намекает, что деловая независимая женщина может выглядеть элегантно и стильно, не изменяя своим принципам. Носите рубашки, галстуки, но делайте это сексуально. Марк Джейкобс решил уйти в другую эпоху. Дизайнер по традиции закрывал Нью-Йоркскую неделю моды и решил преподнести модникам сюрприз. В числе моделей, ковыляющих на гигантских платформах Катурнах, в готических образах предстали Кендалл Дженнер и Леди Гага. Это было супер-шоу. Я наблюдала за моделями и увидела Леди Гагу. Это потрясающе. Она великая во всех отношениях. Шоу было в стиле викторианской готики. Никакого музыкального сопровождения, только звон колокола и шарканье манекенчиц. Сама коллекция получилась эпатажна. Максимальный объем пальто, огромные перья, экстремально удлиненные рукава и черный. Много черного. Виолетта Тельманова, Новости Ревю. Руслан, я посмотрела прикольное видео, где краб делает Джим лежа карандашом. У него столько просмотров. Ну ты мне сейчас Америку открываешь. Эти знаменитые клешни уже вляпались в другую историю. Разборки в крестом отце – детские шалости по сравнению с этим. Очередные приключения краба случились в Бразилии. Это видео уже стало вирусным, ведь герой в этот раз пытается сбежать, защищаясь ножом. Ловкое владение холодным оружием правда впечатляет. Наша землячка тоже прославилась на весь интернет. Ей вот-вот пора рожать малыша. Но девушка решила напоследок хорошенько оторваться. Ой, ну куда бы деться. Эти ящерицы составят серьезную конкуренцию самой Кейт Мосс. Учитесь девушке, как надо позировать. Звезда экспоната вновь удивляет. На этот раз девушка учит, как правильно реагировать на ненужные подарки. Мужчины, если вы видите такую реакцию, значит сюрприз не удался. Контролер от бога. В Мангистау кондуктор местной маршрутки знает, как обслужить 50 пассажиров за раз. Этот лыжный трансформер показал всем, что такое настоящий драйв. Он скатился со склона на всех частях тела, кроме головы. Но то ли еще будет. Как не надо выходить замуж, показала эта парочка. Что могло случиться в лимузине, остается только догадываться. Авторские права ревью защищены, а вот позитивом можно пользоваться всем. В главной роли, как всегда, студийный тапок. Устроили тут. Хотя, хорошая песня. Ну-ка, включай давай. Легкой работы вам, брат и сестра. Яна Пучкова, новости ревью. На этом все на сегодня. Это была программа ревью. Смотрите нас по будням в 2020. Пока-пока. Одежду ведущим предоставил бренд Остин. Смотрите нас. Поехали. Всего GSACа.